На телеканале студия Факт, время новостей и вот о чем пойдет речь в первый рабочий день недели. Для них спорт не только целый мир, но и работа. По образованию я сам физкультурник. Считаю своим праздником тоже. День здоровья, спорт. В Тазовском отметили день физкультурника настоящим марафоном из спортивных дисциплин. И не только. Отремонтировать дом, отправить детей на сборы, приобрести специализированное оборудование для ребенка-инвалида. Мы в ближайшее время это сделаем. Мы сам проконтролируем, чтобы в ближайшее время, на третий квартал у нас стоит, мы необходимый подъемник электрический вам передадим. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел прием граждан в режиме онлайн. 14 век нашей эры, как на ладони. Мы приезжаем к бабушкам в деревню, прям с самого детства. И общаемся мы очень тоже долго. И мы даже совсем не подозревали, что вот здесь могут находиться археологические находки. В Тюменском районе найдены артефакты бакальской культуры. Уникальное городище позднего Средневековья обнаружили юные археологи. Выходные здорового человека. В минувшую субботу в Тазовском состоялся праздник для любителей спорта. В День физкультурника на стадионе у средней школы проводились соревнования по различным дисциплинам. А еще все желающие сдавали нормы ГТО, проверяли себя на меткость в тире, а также соревновались всей семьей. Подробности в материале Анастасии Голановой. Сегодня здесь царят воздухе, спортивный дух и отличное настроение. На стадионе в районном центре собрались активные северяне, которые ведут здоровый образ жизни, а также те, кто имеет к физической культуре прямое отношение – специалисты профильных учреждений. Поздравляю вас с замечательным праздником, с Днем физкультурника. Желаю новых побед спортивных, новых побед, достижений. Занимайтесь спортом. Мира вам добра, благополучия. За вклад в развитие спортивного направления в районе – заслуженные награды. Почетную грамоту сегодня вручают инструктору по спорту Алмазу Вакилову. Созавчанин с детства занимался единоборствами. Юношеское увлечение переросло в дело всей жизни. Сейчас он преподает вольную борьбу. За плечами десятки личных побед и наград, а еще тренерские успехи и благодарные воспитанники. За что? Ну, наверное, за работу. Везде все проводим, везде все делаем. Достижения, то есть, помимо этого, тренерская работа с детьми, то есть, что может, результаты у детей, допустим, то есть, есть хорошие, допустим, на протяжении многих уже лет. Удобная спортивная одежда и, конечно, зарядная бодрость. Именно с таким настроем созавчане выполняют физкультурную разминку. Динамичные движения, энергичная музыка. Опытный тренер не дает скучать. Около десяти спортивных площадок. Активности на любой вкус и разные физические возможности. Созавчане участвуют в турнирах, мастер-классах, викторинах. А здесь испытывают себя на меткость. Прицелиться, выстрелить и снова перезарядить винтовку. Диана Ядня в стрельбе новичок. Говорит, не смогла пройти мимо атмосферного праздника. Понравилось настолько, что решила не только пострелять, но и сдать нормативы ГТО. Сегодня проходил прыжок в длину, отжимания, прогиб и наклоны на 90 градусов. Как оцениваете свои результаты? Хорошо, я сдала все отлично. Здесь же на стадионе развернулись и веселые эстафеты. Мама, папа, я – спортивная семья. Это три команды и много-много конкурсов. Один из них – лодочка. Это испытание чем-то похоже на азартное соревнование по гребле. Есть небольшое отличие. Вместо весел участники работают ногами. Пришли с бодрым, с зарядом энергии, настроением. Пришли поучаствовать коллективом в акции «Книгу-другу». В итоге и на зарядку попали, и на соревнования попали. День физкультурника – это не только нормы ГТО и веселые эстафеты. Впервые на празднике провели дворовую активность. Специалисты молодёжного центра презентовали необычные модульные игры. Это большое баскетбольное кольцо, стенка на стенку, большой карандаш. Здесь же на стадионе проходит и бесплатная дегустация фито-чая. Это ароматные напитки из княженики, морожки, шиповника, смородины, мяты, иван-чая и чабреца. Желающие из семи представленных травяных напитков выбирают понравившиеся. Угоститься и оценить. Потом обратная связь. Выбирают смайлик, понравился им чай или не очень понравился, может быть, вообще не понравился. На официальном сайте и на страницах в социальных сетях нашего музея мы выложим, конечно, какой чай набрал больше всего голосов, какой больше всего приглянулся жителям района. Также в рамках дня физкультурника активисты движения первых и центральной районной библиотеки организовали на стадионе сбор книг для ребят из Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Просто для каждого жителя, если есть книги, можно принести как в РДК районный дом культуры, это Елена Меркурьева, координатор движения первых, и в наш муниципальный штаб мы вместе, у Калинина 25, кабинет 37, можно принести книги, мы их подготовим для отправки, отправим для жителей, я думаю, для них это будет полезно. Одновременно со всеми спортивными и развлекательными мероприятиями проходят товарищеские игры по баскетболу и мини-футболу. В последние сегодня участвуют пять команд. Они выходят на площадку не столько за победой, сколько за хорошим настроением. На странице было просто поиграть, побегать в футбол. Результаты никого не ждали. Просто для себя, для удовольствия. По образованию я сам физкультурник. И вот считаю своим праздником тоже. День здоровья, спорт. Хорошим. Мы пришли с хорошим, еще поболеть за нашего папу. Он сегодня играет в футбол в команде ОМВД. Быстрее, выше, сильнее, масштабнее. День физкультурника длился больше трех часов. За это время тазовчане всех возрастов попробовали себя в десятках активностей, оздоровились и взяли курс на активный образ жизни. Анастасия Голанова, Анатолий Чернышев, Студия «Факт». Три вопроса и три положительных ответа в режиме онлайн. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан. По видеосвязи к главе региона обратились жители из городов и муниципалитетов округа. Северяне задали вопросы, касающиеся детского спорта и реабилитации, а также капитального ремонта домов. Последняя тема актуальна для Ольги Фисенко из Губкинского. Именно она обратилась к губернатору с просьбой о ремонте фасада многоквартирника, в котором проживает. Зданию в этом году исполнилось 34 года и, по словам северянки, оно требует особого внимания. Дом действительно кирпичный, есть разрушение кирпича, это влияние атмосферных явлений. При ремонте фасада необходимо будет обратить внимание на заделку вот этих трещин. Приложение у меня выполнить данные работы по программе обновления фасада. В этот средний сезон это будет сделано, да? Да. Хорошо. Еще одна просьба к губернатору – помощь в выезде на сборы. Воспитанники спортшколы «Полярный медведь» из Аксарки хотели бы отправиться на специальные тренировки в Челябинск и Топсы. Всего это 34 школьника, которые показывают высокие результаты в дзюдо, киокусинкай, художественной гимнастике. Дмитрий Артюхов поддержал предложение. Также руководитель региона обсудил вопрос приобретения электрического передвижного подъемника для юной северянки из Надыма. С такой просьбой во время личного приема обратилась мама девочки. Коллеги подсказали, что уже подобрано нужное для вас, я так понимаю, с вами тоже согласовано нужное решение. Мы в самое ближайшее время это сделаем. Сам проконтролирую, чтобы в ближайшее время, может, на третий квартал у нас стоит, мы необходимый подъемник электрический вам передадим. Накануне в округе стартовал пятый честный маршрут Дмитрия Артюхова. В его рамках губернатор Ямала посетит 14 населенных пунктов, а в преддверии проекта, ставшего уже традиционным, руководитель региона оценил темпы строительства и благоустройства в Салихарде. Дмитрий Артюхов совместно с главой города Алексеем Титовским посетил стройплощадки Салихарда. Сегодня в ямальской столице возводится 45 домов. Большинство квартир в них пойдут под переселение из аварийного жилья. На перекрестке улиц Мичурина Республики в высокой степени готовности дом на 192 квартиры. На месте бывшего зооветеринарного техникума скоро появится уютный сквер с прогулочными зонами, мемориалом труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны и памятник жертвам политических репрессий. Северяне сами проголосовали за благоустройство этого объекта в рамках комфортной городской среды. Еще одна точка притяжения – берег реки. Здесь в следующем году стартуют работы по обустройству современного пространства для отдыха. В проекте беседки, кофеточки, облагороженная и расширенная лодочная станция. Сегодня в Тазовском районе стартовала пожарно-профилактическая операция «Отопительный сезон». Она продлится до 29 сентября. В это время огнеборцы планируют уделить особое внимание противопожарному состоянию котельных. Всего будет проверено 14 объектов жилищно-коммунальной сферы. Что же касается статистики в целом, то за 8 месяцев этого года на территории муниципалитета произошло 29 возгораний. По словам экспертов, это меньше прошлогоднего показателя. В период с 7 по 13 августа подразделения Тазовского отряда противопожарной службы по боевой тревоге выезжали три раза. Из них два раза на срабатывание автоматической пожарной сигнализации в поселке Тазовский по улице Геофизиков 1-Б и улице Геофизиков дом 15-Б. 13 августа в 23 часа 16 минут реагировали на сообщения в поселке Тазовский на запах Гарри в одном из подъездов по улице Геофизиков дом 29. По прибыли дежурного караула было установлено, что произошло короткое замыкание. Благодаря обдительности жильцов пожар удалось избежать. За прошедшую неделю на дорогах Тазовского зафиксировано 88 нарушений правил дорожного движения. Самое популярное со знаком «минус» – это непристегнутый ремень безопасности. Сотрудники госавтоинспекции выявили 30 таких недочетов. Также водители нарушали правила перевозки детей и садились за руль в алкогольном опьянении. 11 августа мужчина 1997 года рождения управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Показание прибора составило 0,72 мг на литр. Пару фетанола в выдыхаемом воздухе. Административный материал направлен в мировой суд на рассмотрение. Водителя ждет лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. На территории Тазовского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса» с 14 по 23 августа. Направлено на профилактику и пресечение нарушений правил дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В территориальную избирательную комиссию Тазовского района доставлены бюллетени для голосования на выборах губернатора Тюменской области. Бюллетени, изготовленные Тюменским домом печати, их доставкой в муниципалитеты Ямала занимались сотрудники объединения Росинказ. Всего Тазовский избирком получил 11 269 экземпляров. При получении мы пересчитали количество мест, которые нам передали избирательная комиссия Тюменской области. Далее мы сейчас распределим избирательные бюллетени для участковых комиссий и будем проводить поштучный пересчет при передаче уже ниже стоящим, то есть участковым комиссиям. Кроме этого может производиться выбраковка избирательных бюллетеней, если они плохо пропечатались. Ну и все остальные действия с этими бюллетенями уже будут дальше делать участковые избирательные комиссии. Первыми отметки бюллетенев поставят жители межселенной территории и работники предприятий топливно-энергетического комплекса в ходе досрочного голосования. Оно стартует в Тазовском районе 20 августа. Освоить новую профессию никогда не поздно. Житель Приуральского района нашел новое призвание благодаря Центру занятости населения. Северянину подобрали специализированные курсы профподготовки, а также помогли найти работу сразу же после окончания обучения. Он приехал из Челябинска 15 лет назад. Работал плотником в Лабытнанге, Салихарде, Приуральском районе. В 2022-м Игорь Хакимов решил сменить профессиональный вектор. Сначала пробовал сам найти работу, но безуспешно. После решил довериться специалистам. Пришел в Центр занятости населения и сразу же получил несколько предложений. Среди них была и вакансия электромонтера третьего разряда. Спросил, можно ли отучиться. Они мне сказали, да. Можно было и раньше. Сходил на электростанцию, спросил, есть там свободные места. Сказали, есть. Все. Я отучился 4 месяца, прошел практику и пошел устроился. В данный момент обслуживаем плановые трансформаторные подстанции перед зимой, чтобы не было короткого замыкания. В феврале Игорь Хакимов прошел дистанционное обучение в научно-технической академии «Техноэксперт». В мае этого года «Северянин» был трудоустроен в приуральский филиал общества «Ямалкоммунэнерго». Сегодня это крупнейшее в округе ресурсоснабжающее предприятие. В настоящий момент работодателям заявлено 62 свободных рабочих места по различным профессиям и специальностям. Под селом Мичурино в Тюменском районе нашли предметы бакальской культуры, дальних предков, современных татар. В основном это фрагменты в керамике, обмазке жилищ, а также кости и древние угли, которые свидетельствуют о штурмах и больших пожарах. Артефакты периода 14-16 веков нашей эры. Подробности у наших коллег. У нас очень много найдено вот таких, на первый взгляд, незрачных фрагментов. То есть таким образом в древности люди утепляли жилища, обмазывали глиной. Сами жилища сгорели, а глина запеклась и осталась. Это не камни, а артефакты. Возможно, фрагменты очагов, где готовили пищу. А еще здесь много керамики. Под селом Мичурино в Тюменском районе нашли предметы бакальской культуры 14-16 веков. Во время раскопа детская археологическая экспедиция Тюменского научного центра обнаружила уникальное городище позднего Средневековья. Таких памятников, их единицы, можно назвать, наверное, вот в нашей области всего три таких памятника. Это знаменитое городище Искер под Тобольском на Иртыше. Это городище Кучум-гора под Ишимом на реке Ишим. И вот здесь мы с удивлением, когда мы первый раз сюда пришли, мы очень сильно удивились таким фортификациям мощным, такой площади, большой городище. Мы приезжаем к бабушкам в деревню прямо с самого детства и общаемся мы очень тоже долго. И мы даже совсем не подозревали, что вот здесь могут находиться археологические находки. До сенсации здесь докапываются слой за слоем. Верхние пласты убирают лопатами, потом берут в руки инструменты полегче. Первый отрежной инструмент – это у нас кисточка, ей мы убираем, самое главное – ссор, большие частицы. То есть почистили. Следующий у нас инструмент – это зубная щетка. Сам, наверное, важный инструмент, потому что мелкая грязь заседает в углублениях. Роскоп решили делать на краю рва. Это хорошее место для строительства оборонной крепости. По словам археологов, здесь было крупное поселение, возможно, целый город и даже столица. Все работы ведут школьники. Это сборный отряд из Тюмени, Червишева и нескольких деревень – Костылево, Друганово, Большие Кияры. Экспедиция идет всего третий день, а уже сделано немало открытий. Все указывает на то, что здесь жили тюрки – предки современных татар. Ответы на многие вопросы дадут древние угли. Дерево обычно сгнивает в почве, не сохраняется, но нам повезло, оно обгорело. Видимо, был штурм, пожар, и вот эти обгоревшие доски упали. Возможно, что от каких-то укреплений. Уголь – хороший, датирующий такой предмет. То есть мы дадим его на радиоуглеродный анализ, и у нас сможем более точно датировать уже наш памятник. Экспедиция под Мичурино продлится две недели, но археологи сюда вернутся не раз. Они слышали, что между Мичуриной и Костылевой должно быть три городища. Это значит, два других еще предстоит найти. И это все новости на сегодня. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok